Снова интернет и остальные средства массовой информации Голосят об оползнях и снова о центре Одессы Точнее о Приморском бульваре, включая знаменитую Воронцовскую колоннаду и сам дворец Наша телекомпания на протяжении многих лет ведет эту тему Только география пошире Проблема оползней это разрушающиеся берегозащитные сооружения, которым уже без малого полвека И не только они После распада Союза прибрежные склоны, на которых по действующему советскому законодательству Нельзя было ничего строить, стали быстро распределяться между застройщиками Сказки о новых строительных технологиях, которые могут уберечь жилье и жилые дома от возможных оползней Так замутили головы местных законодателей, что они готовы отдать под возведением многоэтажек все склоны От поселка Котовского до 16-й станции Люсдорфа Мы неоднократно приводили документы и геологов, и физиков, занимающихся геологией земной коры В доказательство того, что ограничение по этажности и по географии строительства Это забота о человеческих жизнях Ибо подвижность разрушения берега на глазах не увидишь Требуется постоянный мониторинг На что понятно, у государства сегодня, как и вчера, денег нет Повторяю, ограничиваться лишь приморским бульваром нельзя Требуется специальная общенациональная программа Причем не только за наблюдением геологии побережья Но и возможностью поэтапной реанимации берегозащитных сооружений Речь здесь идет о сотнях миллионов долларов, а не гривен Именно столько вложили в создание берегозащиты в Одесском заливе Почти полвека назад Советский Союз Конечно, хорошо, что в мэрии намерены потратить на противооползневые мероприятия В районе Приморского бульвара около 20 миллионов гривен Ясно, эти деньги заплатит инвестор, занимающийся созданием греческого парка Но, полагаю, здесь мы наблюдаем латание дыр Собственно, об этом сказал на последнем аппаратном совещании мэра Дессы Геннадий Труханов Только на укрепление подпорной стены Приморского бульвара нужно 200 тысяч долларов Еще полмиллиона нужно потратить на укрепление склонов в нижней части под Воронцовской колоннадой Там, по словам специалистов, идет сползание грунта Итого, по самым скромным подсчетам, необходимо Порядка 20 миллионов гривен, которые мы достанем не из бюджета А за счет привлеченных средств Как по мне, так городскому правительству вместе с депутатским корпусом Имеет смысл, не откладывая дело в долгий ящик, всерьез Заняться проблемой оползней в городе И начинать эту работу стоит с научно-практической конференции Под эгидой городского совета Чтобы получить точный и четкий диагноз По ситуации с геологией склонов и берега защиты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА